Станислав Сергеев. И снова война. От автора. Работая над книгой, которая по идее является боевой фантастикой, мне приходилось обращаться к историческим документам, доступным в интернете. И даже этого хватило, чтобы понять, какой трагедией для нашего народа была та война. Как бы ни освещались те события, любому здравомыслящему человеку понятно, что нас приходили уничтожать. Хороший Сталин или плохой – это дело его современников. Для нас это фигура политического деятеля, который, да, с огромными потерями, но привез страну к победе. Вопрос совершенно в другом. Если эта книга даже в малой степени заставит задуматься, а после ее прочтения какой-нибудь молодой парень оторвется от телевизора и наберет в поисковой системе «Вяземский котел 1941» или «Уманская яма 1941» и внимательно изучит то, что доступно, я буду считать, что моя задача выполнена. Может, станет понятно, как целенаправленно уничтожались наши люди, как сотни тысяч пленных от безысходности, поверивших в цивилизованность захватчиков, умирали тысячами в концлагерях, в специально создаваемых нечеловеческих условиях. Война не закончилась, она просто приняла другие формы. Пролог Кананада не смолкала уже целые сутки. Артиллерия 11-й армии вермахта съедала боеприпасы целыми составами, которые приходили на станцию Бахчисарай, быстро разгружались и уходили, освобождая место для других поездов, загруженных снарядами. В Ставке фюрера захвату Севастополя уделяли особое внимание, поэтому, несмотря на тяжелую обстановку на фронте, сняли с ростовского направления моторизованную дивизию СС «Адольф Гитлер» и практически весь состав 49-го горнострелкового корпуса. Регулярные налеты русских бомбардировщиков Черноморского флота на нефтяные вышки в Румынии вызывали стойкое раздражение фюрера. Тщательно продуманная и обеспеченная силами и средствами операция пока шла по плану. Командующий 11-й армией генерал Эрих фон Манштейн внимательно выслушивал доклады командиров корпусов, но сам изредка поглядывал на представителя Абвера, который по личному указанию Адольфа Гитлера находился при штабе армии. Вообще с этой операцией было не все в порядке, и генерал Манштейн ощущал какую-то недоговоренность со стороны и высшего руководства, особенно со стороны офицеров Абвера и СД, которые с недавних пор буквально наводнили его штаб. С удивлением он узнал, что его армия на данный момент снабжается по приоритетному списку, и именно сейчас для поддержки штурма осажденного Севастополя специально перебрасывается 8-й авиакорпус Люфтваффе во главе с легендарным бароном Вольфрамом фон Рихтгоффеном. Снятие с московского направления столь мощной силы говорило о наивысшем приоритете, который руководство Германии уделяло уничтожению группировки большевистских сил, обороняющих Севастополь. При этом некоторые цели, указываемые представителями Абвера, обстреливались с особым усердием, и на них, как правило, тратилось не в пример больше боеприпасов, чем на обычные цели. Это наводило на размышления, что штурм города прикрывает нечто иное, более грандиозное, о чем простым военным пока не спешат рассказывать. Сначала были уничтожены давно обнаруженные станции постановки помех, которых у русских в последнее время появилось до безобразия много, затем целенаправленно бомбили узлы связи, штабы и крупных соединений. После такого показательного избиения с воздухооперативной радиосвязи уже никто не мешал, и немецкая военная машина смогла в полной мере использовать свой давно отлаженный механизм взаимодействия между разными видами вооруженных сил. Еще одним необычным явлением была не то чтобы дружеская, но довольно деловая обстановка в смешанной группе, состоящей из офицеров Абвера и СД. Обрывки разговоров, мельком слышные генералам, озадачили его. Они все равно вылезут, в Севастополе слишком много их техники. Примерно появляются каждые полчаса. Район выхода полностью перепахали, портал не виден. Но, натолкнувшись на пронзительный и даже наглый взгляд высокопоставленного эсэсовского офицера со шрама в поллица, Эрих фон Манштейн решил не забивать голову и занялся своими прямыми обязанностями. После начала массированной артподготовки войска пошли в наступление, как всегда столкнувшись с фанатичным сопротивлением русских. Большая часть артиллерии отвлекалась на обстрелы, указанных специальными представителями фюрера районов, и особенно это касалось окрестностей поселка Инкерман. Учитывая подавляющее превосходство Люфтваффе, в небе над Гордом практически непрерывно висели немецкие самолеты, и в течение дня любая активность русской авиации была жестко подавлена. Немногочисленные аэродромы противника, изрытые воронками, превратились в кладбище сгоревших самолетов, на островах которых в Копоте едва просматривались красные звезды. Над Гордом в сопровождении нескольких истребителей постоянно висели самолеты-корректировщики, помогающие более основательно засыпать бомбами и снарядами, огрызающиеся огнем русские укрепления. Дополнительно к операции был привлечен целый батальон из состава полка «Брандербург», задачу которого входило в условиях боевой обстановки, используя форму противника и знания русского языка, проникать в тылы и устраивать диверсии и расчищать путь регулярным частям вермахта. Но тут легендарные бойцы Абвера, на счету которых были десятки удачных операций, столкнулись с жестким противодействием. Русские необычайно быстро и эффективно научились определять переодетых солдат Брандербурга и без лишних разговоров и разбирательств на месте их безжалостно уничтожали. После гибели шести групп элитных бойцов Абвера в расположении батальона царило уныние и ввиду сложившихся обстоятельств заброска диверсионных групп в тыл большевиков была приостановлена, а войсковые разведчики озаботились причинами столь высокой эффективности русских. Уже к вечеру после допроса пленных было установлено, что перед началом боев советские контрразведчики какой-то бесцветной краской метили своих солдат, и рассмотреть эти знаки можно было только в свете необычных фонариков. Что за краска, что за фонарики, офицеры Абвера могли только гадать, но пока в свете последних событий работа батальона Брандербург была парализована. По мере развития операции штурмовые подразделения 11-й армии все больше и больше увязали в многочисленных укреплениях обороняющихся, неся огромные потери. Особый страх у немецких солдат вызывали так называемые огненные ракеты, которые в огромном количестве сыпались на головы наступающих частей вермахта. Хитрые русские нашли рецепт греческого огня, и ампулы с адской жидкостью вставлялись вместо зарядов в реактивные снаряды, оставшиеся после разгрома авиации, и с помощью самодельных направляющих запускались в атакующие порядки. При этом часто снаряды взрывались в воздухе, заливая немецкий солдат огненным дождем, каплей которого невозможно было потушить обычными средствами. Густые клубы дыма закрывали поле боя, мешая наземным воздушным наблюдателям качественно корректировать артиллерийский огонь. В штаб армии поступали донесения о фактах отказа наступать, невыполнении приказа и многочисленных нервных срывов, узаливаемых русским греческим огнем немецких солдат. К пяти часам, когда уже наступили ранние ноябрьские сумерки, немецкие войска не добились особых успехов. Им всего лишь удалось овладеть двумя линиями оплавленных огнеметами и разваленных многочасовым артиллерийским огнем окопов. Но на первом этапе именно такой результат и предполагался немецким командованием, поэтому следующий день ожидался не менее тихим, и со стороны Бахчисарая всю ночь в расположении 11-й армии шли нескончаемые потоки грузовиков, везущих тысячи тонн боеприпасов. 30-я батарея, называемая немецким командованием как «Форд» Максим Горький, активно обстреливала железнодорожные станции, где было замечено скопление немецкой техники. Ужасающий грохот на севере, пришедший позже доклад, что на воздух взлетели несколько эшелонов с боеприпасами, доставили дополнительное беспокойство немецкому руководству. Вообще этот злополучный «Форд» доставлял много неприятностей осаждающей армии, и все попытки его нейтрализовать пока заканчивались неудачей. Именно сюда в первую очередь были направлены две особо подготовленные группы Брандербурга, которые бесследно исчезли, и только после допроса пленных стало известно об их уничтожении. С наступлением темноты штурм не прекратился, и артиллерия все так же методично перемешивала окопы и укрепления обороняющихся русских войск. Для обеспечения корректировки огня в воздухе непрерывно висели медленно опускающиеся на парашютах осветительные бомбы. Самолеты-наблюдатели кружили над Гордом, выискивая дополнительные цели, но несмотря на тяжелую ситуацию, представители Абвера и СД требовали жесткого контроля постоянного обстрела небольшого участка местности в районе поселка Инкерман. После полуночи ситуация изменилась. В связи с перерасходом боеприпасов плотность огня немецкой артиллерии немного упала, да и ответный огонь русских был достаточно эффективным. Несколько десятков тяжелых орудий были выведены из строя, а потери артиллерийских расчетов уже исчислялись сотнями. На линии соприкосновения с противником, подсвеченной все еще горящей зажигательной жидкостью русских, непрерывно вспыхивали перестрелки, часто переходящие в рукопашные схватки. Восточные варвары отчаянно пытались вернуть потерянные за день позиции. Осушив очередную чашечку кофе, услуживую принесенной адъютантом, Эрих фон Манштейн склонился над картой, выслушивая доклады начальника штаба полковника Веллера и начальника тыла армии полковника Гаука, когда в кабинет с выпученными глазами влетел представитель Абвера полковник Вальтер Лухт с требованием немедленно открыть огонь сей артиллерии по этому злополучному участку под Инкерманом. Генерала Манштейна так все это утомило, что он не сдержался. — Господин полковник, несмотря на то, что вы наделены особыми полномочиями, никто вам не давал права пренебрегать воинской дисциплиной субординацией. Придите в себя, примите должный вид и обратитесь, как это положено, к старшему позванию. В противном случае я прикажу вас выставить вон, а сам сообщу фюреру, что вы не справились с поставленным вам заданием. Лухт как будто налетел на стену и получил на голову ведро холодной воды, встал по стойке смирно и уже совершенно другим тоном ответил. — Господин генерал, разрешите доложить? — Манштейн с пеленок, воспитанный в военных традициях, сварли убуркнул. — Докладывайте. — Господин генерал, на участке под Инкерманом, отмеченном как особая зона, замечена выдвижение особых сил русских, и я вынужден, пользуясь своими полномочиями, потребует нанесения максимально мощного удара. Командующий 11-й армии выругался. — Вся эта тайна у него уже была поперек горла. — Так что же там такое происходит, что вы так боитесь появления этих особых сил русских? Там что, дверь в ад, и оттуда могут на нас налететь легионы большевистских демонов? — Никак нет, господин генерал. Он немного запнулся, но выдал давно подготовленную легенду. Там находится выход из Штолина, где у русских скопилось много боевой техники, которую они могут бросить против наших войск. Все в комнате прекрасно понимали, что полковник врет, но перечить не посмели, Манштейн, глубоко вздохнув, дал соответствующую команду. После ухода непонятно чем взволнованного полковника Абвера штаб армии, как хорошо налаженный, спаянный профессионализмом и дружескими отношениями механизм, продолжил свою работу без ажиотажа, спокойно и выдержанно. Ближе к трем часам утра начали приходить весьма противоречивые доклады, вызывающие недоумение у офицеров штаба армии. Сначала снова пропала радиосвязь, и только используя заранее проложенные проводные линии, вышел на связь командующий 30-м корпусом генерал фон Зальмут. Несколько взволнованно, учитывая его спокойный и выдержанный характер, доложил, что практически вся его артиллерия, участвующая в обстреле укреплений Севастополя, была уничтожена в течение 40 минут. Чуть позже связь со штабом 30-го корпуса вообще пропала, а учитывая постоянное подавление радиосвязи противникам, уточнить, что же произошло под Севастополем, не было возможности. Манштейн дал команду отправить офицера-связиста с приказом восстановить связь с генералом фон Зальмутом, а сам связался с командующим 8-го авиакорбуса Лёфтваффе бароном Вольфором фон Рихтгоффеном. Что у вас? Огромные потери. За последние два часа мы потеряли почти все самолеты, находящиеся над городом, выполняющие подсветку осветительными бомбами и корректировку артиллерийского огня. Господин генерал, что там, черт возьми, происходит? Радиосвязи нет. Оставшиеся в живых пилоты рассказывают про какие-то огненные стрелы и снопы огня, бьющие с земли. Я сам хотел, господин генерал, узнать, что там происходит. У меня нет связи с корпусами. Адвер и СД что-то знают, но молчат, только требуют, чтобы мы обстреливали Нкерман, как будто там находятся ворота в ад. Вот-вот у меня в штабе тоже есть пара контролеров с непробиваемыми бумагами с ОКХ. После разговора с командующим 8-го авиакорпуса, на душе у командующего 11-й армии было неспокойно, и дав команду начальнику штаба полковнику Велеру во что бы то ни стало обеспечить связь со штабами корпусов, Манштейн подошел к окну и открыл его всей грудью, вдохнув холодный морозный воздух. Где-то на юго-западе грохотал осажденный Севастополь, а здесь, в небольшом селе Сарабуз, где в здании местной школы расположился штаб армии, все выглядело не настолько зловеще. Рассматривая подсвеченные зорницами горы, генерал пытался понять, что же такое от него скрывали офицеры Адвера и СД, что с такими выпученными глазами носились по штабу, выпрашивая артиллерийскую поддержку. До него доходили доклады, что в порядках наступающих дивизий действуют специальные зондеркоманды военной разведки Главного управления имперской безопасности, которые ищут неизвестно что и при любом интересе посылают всех подальше, ссылаясь на приказ чуть ли не самого фюрера. Сейчас кажется, что исчезновение связи и огромные потери в живой силе, техники и особенные авиации как-то связаны с этими странными поисками. Наблюдая, как по двору носятся готовящиеся к отъезду связисты, Манштейн уже хотел закрыть окно, когда услышал странный быстро нарастающий звук. Это не напоминало звук самолета, тем более привычного русского фанерного ночного бомбардировщика, который повадился бомбить тыловые подразделения. Это было нечто иное, более грозное и мощное. Ревущая тень пронеслась над селом, мелькнув в свете прожекторов пятнистым брюхом и каким-то мерцающим диском сверху, оставив вместо себя несколько спускающихся на небольших парашютах цилиндров. То, что это смерть, генерал понял сразу. Эти цилиндры не могли нести ничего иного. В последние мгновения своей жизни, как в замедленном кино, Эрих фон Манштейн, которому уже никогда не суждено было стать генерал-фельдмаршалом, наблюдал за падением одного из цилиндров прямо перед зданием школы. Легкая вспышка, после которой остался крупный, похожий на пузырь сгусток какой-то пыли. Еще вспышка и пузырь превратился в ревущее пламя, которое ударило генерала в грудь, мгновенно переломав кости, исполив волосы и испепелив мундир. Мгновением позже кусок из жареного перемолотого мяса, то, что недавно было командующим 11-й армией вермахта, отлетело внутрь комнаты и впоследствии было погребено под обломками здания школы, не выдержавшего ударной волны. Практически полностью выведенный из строя бомбами объемного взрыва штаб-армии, осадивший Севастополь, уже не мог оказать серьезного сопротивления, когда неизвестная пятнистая машина вернулась и с помощью неуправляемых ракет и скорострельных пушек и пулеметов быстро подавила любое сопротивление. Сделав пару контрольных кругов, не заметив никакого движения, еще раз ударив ракетами по полуразрушенному зданию школы, странная грохочущая машина развернулась и ушла в темноту, оставив после себя горы трупов и горящее село. Здесь, в развальных школах, нашел свою смерть подающий надежды немецкий генерал, которому уже не суждено было принять парад своих войск на улицах захваченного Севастополя. Глава первая Мерно стучали колеса поезда, отбивая привычный ритм, заставляя возвращаться воспоминаниями в далекое детство, когда отец еще служил на Севере, и мы каждое лет отправлялись в отпуск к родственникам в Крым. Именно память о том беззаботном времени частенько не давала скатиться в бездну отчаяния из-за сложившейся ситуации. «Да, вляпался я знатно», — грустно вздыхая про себя, ворочался на своей полке, стараясь принять удобное положение и не напрягать поврежденный осколком плечо. Рядом на нижней полке вагона снова начал громко стонать, крутиться и вызывать на помощь вертушки, похожей на мумию из-за большого числа намотанных бинтов Нинашев. Лежащий в нашем закутке майор-танкист опять что-то стал бурчать о странных вертушках и градах, и, кряхтя, спустившись на пол, накинул на плечи простую солдатскую шинель, хромая, отправился к тамбуру на перекур. Несмотря на дикую пульсирующую боль в пробитом осколком плече, я старался наслаждаться чистотой и покоем, точнее его подобием, насколько это возможно в таких условиях. Начальник санитарного поезда, уносящего нас на восток, подальше от линии фронта, отличался прям-таки патологической тягой к чистоте и нещадно гонял медсестер и санитарок за любую антисанитарию. Питание было вполне сносным, и я даже умудрялся получать наслаждение от супа из пшенного концентрата какого-то суррогатного чая, напоминающего по вкусу заваренные опилки. На фоне невероятных приключений последнего времени эти несколько дней спокойствия и чистоты позволили восстановиться психике, а также элементарно выспаться. Неподдельно душевное отношение персонала к раненым в первое время заставляло напрягаться, как-то на фоне лечебных заведений нашего времени все это выглядело натянуто, но потом уже всей душой, поверив в реальность происходящего, стал наслаждаться обстановкой. Будучи ограниченно ходячим больным, через силу прохаживался по вагону, сторонясь, пропуская мимо себя спешащих по делам медсестер, врачей и санитарок. Я не курил, но частенько сам зависал в тамбуре, наслаждаясь неторопливыми разговорами с, так сказать, местными ранеными. Меня интересовало все, что можно было накопать по состоянию на фронте, и я особенно пытался отследить реальные изменения по сравнению с известной историей моего мира. Вагон у нас был смешанный, но так получилось, что тут собрался и преимущественно командирский состав, и на правах равного я мог расспрашивать и получать вполне достоверную информацию на тактическом уровне. Дождавшись, когда из курилки вернется сосед-майор, сам накинул шинель, которая у нас с танкистом была одна на двоих, и поковылял в тамбур. В нашем купе мы с ним только и были ходячие, поэтому по негласному соглашению на случай, если кому-то станет плохо, кто-то должен был находиться на месте. Ненашев все еще был без сознания и периодически вызывал вертушки, и ругал духов, а вот старлей летчик с перебитыми ногами тихо скрежетал зубами, и иногда от приступов боли, зажав зубами кусок одеяла, тихо мычал. В соседних купе была примерно такая же картина, и у нас, ходячих, создалось некоторое общество. Раскрепев дверью, вывалился в тамбур и втянул в себя холодный морозный воздух. Сейчас тут никого не было, я, прислонившись здоровым плечом к стене, с некоторой грустью стал смотреть за леденевшую окну и любоваться проплывающими мимо заснеженными просторами России в сумерках уходящего дня. Осень и зима 41-го года. Тяжелое, трагическое, переломное время. Именно тогда фашистам основательно дали по голове, дав понять, что блицкрик не получился, и начинается тяжелая и долгая война на уничтожение. Пока это было понятно мне и некоторым особо посвященным из высшего руководства страны, немецкие генералы все еще рвались к Москве в рамках операции «Тайфун», несли огромные потери, теряли технику, замерзали, но все равно как упертые ломились к столице. Сибирские дивизии были уже давно переброшены и сосредотачивались для знаменитого контрнаступления, отбросившего войска противника от столицы СССР. И, как мне казалось, в этой реальности все будет проведено намного продуманнее и основательнее. Планы, силы, районы сосредоточений и направления главных ударов, конечно, мне были неизвестны, но общую картину я себе прекрасно представлял. Субтитры создавал DimaTorzok